Всем привет! И сегодня мы продолжим делать уже наш торт. Сегодня я покажу вам, как сделать сахарный сироп с коньяком для пропитки бисквитов. Для этого нам понадобится всего лишь три ингредиента. Это сахар, вода и коньяк. Первым делом мы берем... Ну, в мерах я скажу, что сахара нам нужно будет 100 грамм, воды 150 миллилитров и коньяка 50 миллилитров. Коньяк нужен для вкуса, для аромата. Так бисквиты будут на вкус еще нежнее, еще вкуснее. Сильно много не нужно заливать, чтобы от них пьянели. В общем, походу дела все расскажу. Первым делом засыпаем в нашу кастрюлю, которую я уже поставил на весы, 100 грамм сахара. После этого заливаем 100 грамм сахара водой. Рецепт довольно прост. Залить водой нужно и перемешать. Потом поставить на плиту и дождаться закипания. Перемешиваем наш сахар, чтобы он немного растворился в воде. Затем ставим это на плиту. Ждем закипания, сахар растворится. Немного, когда, конечно, закипит, мы снимаем все это. Ставим, чтобы остыло. И только потом добавляем коньяк. Сразу коньяк нам не нужен, потому что пока сахар будет растворяться, пока это все будет закипать, потом коньяк может выкипеть. В общем, все, переходим к плите. После того, как наш сахарный сироп закипел, мы даем ему отстояться и остыть. И после этого мы продолжаем его доделывать. Итак, пропитывать мы будем бисквит, который я приготовил заранее. Если вы не знаете, как приготовить бисквиты, то посмотрите мой предыдущий ролик. Я все подробно показал. Там получился воздушный, легкий, простой бисквит, который не требует особых затрат. Итак, чтобы довести наш сахарный сироп уже до полной готовности, мы добавляем 50 мл коньяка. Дешевый коньяк брать тоже не нужно, потому что вкус будет не тот. Сразу будет чувствоваться то, что денег пожалели, и как бы торт испортится. Так, все, мы добавили 50 мл коньяка. Теперь это все тщательно перемешиваем. Пахнет приятно. Теперь, что мы сделаем? У нас получился вчера, когда я готовил бисквит, вот такой большой, красивый, вкусный бисквит. Теперь это нужно разделить на две равные части. После того, как мы разделили наш бисквит на более-менее две ровные части, отрезаем, я отрезал специально, видите, да, поджаристую часть, чтобы она нам не мешала. Теперь, дело как бы нетрудное, мы берем, набираем немного в ложку нашей пропитки, и вот таким вот образом разливаем ее по нашему коржу, по нашему бисквиту. не жалейте, потому что тот должен быть пропитанным, должен быть вкусным, он не должен быть сухим, в то же время он не должен быть слишком прям пропитанным, это тоже нужно, крайне знать. Тем более, у нас с коньяком получается пропитка. Тут тоже как бы много ее видеть надо, потому что торты едят и дети, и все. Ну вот и все, вроде все я вам рассказал, показал. Ставьте лайки, если понравилось, если лайки, не понравилось видео. Подписывайтесь на все каналы, ссылки вы найдете в описании. В следующем видео я покажу, как сделать крем для торта, заварной крем, и подписывайтесь на все мои социальные сети. Всем пока, до скорых встреч, будет больше таких видео.